Фактически с осени прошлого года мы производим буржуйки, которые потом отправляются в воинские части. Часть буржуек приезжают, волонтеры забирают и развозят их по нужным им предприятиям. Производство буржуек, мы как бы не преследуем коммерческие какие-то интересы, поэтому если волонтерские организации могут оплатить какую-то сумму, то мы это приветствуем. Если не могут, мы это производим безвозмездно. Вопрос только в том, чтобы минимальная оплата, заработная оплата, которую людям нужно выплачивать, остальное, как бы это не задача предприятия и не интерес предприятия на этом зарабатывать. Мы изготовили порядка тысячи буржуек, отдельный учет мы не ведем, как бы буржуек. Мы работаем под заказ и работаем на склад, потому что, ну, бывает, обращаются сразу нужно большое количество буржуек, которые нужно иметь в запасе. Поэтому мы, даже вот не имея заказов, мы в свободное время от основной работы, мы производим буржуйки, которые складываем на складе и по необходимости отгружаем тем, кому они нужны. Я думаю, в данный момент порядка 50 готовых буржуек есть на складе. Воинские части очень часто обращаются с просьбой, кровельные материалы, потому что и бывает, ну, прилетает что-то, и бывает. Просто вот недавно был очень сильный ураган, и в одной из воинских частей сорвало крышу 800 квадратных метров, где хранятся продовольствия, амуниция. Они обратились, мы срочно изготовили этот профнастил, и буквально в тот же день отправили его в воинскую часть, чтобы перекрыть крышу.